Комплекс мероприятий в рамках компании «Культура на дорогах» в столице региона начался с понедельника и продлится до 12 декабря. На сегодняшний день волонтёр проводит занятия в организациях высшего и среднего профессионального образования, в дошкольных организациях и в средних школах. Мы работаем с детскими садами, в младших классах у нас, например, одинаковые программы. Там интерактивное шоу, мы в костюмах рассказываем наши секретики, как правильно переходить дорогу, про туннельное зрение, про световозвращающие элементы, про защиту, если вдруг катаются на роликах, на велосипеде и про детские автокресла, детско-держивающие устройства в автомобиле. Также работаем со средними классами, тоже там интерактивное шоу с презентацией, в профессиональных учреждениях, в высших учебных заведениях, в родильных домах, где ещё. Вот на АЗС мы работаем, в торгово-развлекательных комплексах. Ну, то есть, а, с педагоги мы также работаем в школах и с родителями. На автозаправочных станциях установлены интерактивные стойки, где водители проходят короткое тестирование в форме игры, а также аппараты с конфетами и с пожеланиями. Всем участникам вручаются ароматизаторы, обложки для документов, набор безопасности, брелки и брошюры. Стараемся повысить культуру на дорогах, снизить количество жертв ДТП, снизить количество ДТП, но самая основная цель – это нас объединить усилия бизнеса, усилия общественности в поддержку именно культуры на дорогах. А также в рамках кампании запланированы такие мероприятия, как тренинги для водителей государственных транспортных компаний, лекции в образовательных учреждениях для педагогов и родителей, проведение пресс-конференций и круглых столов. Всем жителям и гостям столицы просит принимать активное участие. Аня Васильева, Евгений Хребучев, Новый день, Якутск. Аня Васильев, Новый день, Якутск.